Уровень соревнований всероссийский. Сочинский турнир включен в раздел соревнований календарного плана Минспорта страны. И тем не менее, все 47 лет у руля стоят основатели турнира. Алексей Барабанщиков вспоминает, как в 1971 году соревнования по настольному теннису собирали членов профсоюзов, энергетиков, лесников, строителей. Затем подключились спортсмены города Сочи и Краснодарского края. Потом возникла идея, кроме командных соревнований, на которые приезжали все, буквально все спортсмены из Краснодарского края за счет профсоюзов, пригласить ведущих игроков страны и организовать, кроме командных соревнований, еще личный турнир, на котором бы ребята наши, краевые, сочинские, краснодарцы, новороссийцы, геленджичане, чтобы они могли играть с сильнейшими игроками Советского Союза. Поэтому вот так вот родился этот турнир. В Сочи на настольный теннис в свое время был на очень высоком уровне. Ребята входили в сборную команды РСФСР. Сегодня в Югспорте. Именно здесь проводятся соревнования и первый мастер спорта этого турнира. Тогда, в 1971 году, им стал сочинец Евгений Шварц. Спустя 47 лет мастер спорта СССР, двукратный чемпион России на сочинском турнире в роли тренера. На всероссийском уровне соревнуются трое его воспитанников. У наших воспитанников, благодаря этому турниру, есть шанс, так же, как и у меня, участвовать в таких вот всероссийских рейтинговых соревнованиях. Уровень сегодня выше. Это все связано с тем, что идет прогресс в нашем виде спорта, также технический прогресс, то есть усиливается инвентарь, ракетки стали лучшего качества, накладки к ракеткам гораздо более мощные, чем были в наше время. А отсюда увеличивается скорость, увеличивается мощность игры. Главный стимул для спортсменов – это возможность выполнить мастерский норматив. Ну а титулованные теннисисты в сочинском турнире участвуют с целью практики и, разумеется, победы. В этом году Краснодарская федерация настольного тенниса учредила призы памяти выдающихся специалистов этого вида спорта. В их числе и сочинцы – сильнейшие тренеры и спортсмены – Александр Кондратьев, Игорь Витошин и Али Тимир Булат. Субтитры создавал DimaTorzok